МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях прямо сейчас. Трудовой подвиг в Козловском районе появится мемориал в честь строителей Сурского и Казанского оборонительного рубежей. Гарантия здоровья. В школах Республики проходит сезонная вакцинация от гриппа. Дело мастера. Чуваши участвуют в финале 8-го национального чемпионата молодые профессионалы. Вакцину от коронавируса в первую очередь получат медицинские работники. Остальным придется подождать. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба сообщил министр здравоохранения Республики Владимир Степанов. Первая партия вакцины от коронавируса в Чуваши уже поступила. Пока это 42 дозы. В ближайшие дни должны прийти еще более тысячи. В общем обороте она появится только в январе 2021 года. Тогда прививку смогут сделать все желающие. Пока ситуация с COVID-19 в Республике стабильная. Коэффициент распространения инфекции на сегодня равен единице. Процент свободного уходящего фонда 75,2%. Показатель тестирования на 100 тысяч населения равен 100,8%. У 948 человек подтверждено коронавирусную инфекцию. Из них 185 несовершеннолетних. И из них 44 граждан, превышенных из других субъектов Российской Федерации. Выздорел на сегодняшний день 7025 человек. Хороший процент и, соответственно, низкий процент людей, которые остаются в активной фазе заболевания. Но есть и другие новости. Они столь оптимистичные. С начала учебного года в образовательных учреждениях Республики зарегистрирован 21 случай инфицирования COVID-19. При заболевании в школе или детском саду детей и взрослых изолируют вместе с контактными лицами. Кроме того, растет число заболевших ОРВИ и вне больничной пневмонией. За прошлую неделю зарегистрировано 203 случая пневмонии и 5304 острой респираторной вирусной инфекции. Поэтому Роспотребнадзор не готов давать разрешение на открытие детских развлекательных центров. Но при этом заработают физкультурно-оздоровительные центры «Росинка» и «Белые камни». Там возобновят тренировки для детей, входящих в сборные команды Республики. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Ежегодно наибольшее количество случаев заболевания гриппом регистрируется среди детей. Особенно тех, кто посещает образовательные организации. Они приносят вирус в семью, заражая других. Самое главное оружие против болезни – прививка. Эпидемический сезон этого года необычный. Циркулирует COVID-19. Иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения инфекций. Поэтому прививка в этот сезон особенно важна. Чтобы избежать эпидемии ОРВИ, необходимо вакцинировать не менее 75% населения. Все дети, начиная с 6-месячного возраста, прививаются от гриппа. В наступившем эпидемии сезоне в настоящее время поступила вакцина СОВИ-грипп, которая является очень эффективной и безопасной. Получить прививку от гриппа можно в детской поликлинике, Республиканском центре семейной вакцинации и в медицинских кабинетах образовательных организаций. В Чебоксарской школе номер один ребят прививают практически во время занятий. Удобство еще проведения прививки в школе – то, что родителям не нужно тратить свое рабочее, личное время, чтобы с ребенком ехать в больницу, стоять в очереди в прививочном кабинете. То есть без отрыва от работы и от личного времени ребенок прививается. То есть от нас нужно только согласие. Перед прививкой всегда проводим с ребенком беседу о важности прививки, чтобы она не только механически пришла и ей сделали, а чтобы она понимала, для чего ей нужно это сделать. Вакцинация набирает объемы. Все больше людей понимает необходимость поставить защитный барьер перед гриппом. На сегодня в Чувашии от сезонного гриппа привито более 50 тысяч детей. Инесса Потапова, Георгий Кривошейн, Республика. В Козловском районе появится мемориал в честь строителей сурского и казанского оборонительного рубежей. Вчера там работала правительственная группа. Вместе со специалистами, архитекторами и краеведами определяли возможное место для установки памятника. Увековечить память о трудовом подвиге чувашского народа в Великой Отечественной войне. Что может быть важнее этой миссии? Потомки должны знать и помнить героические страницы нашей истории. Прошло почти 80 лет с той поры, как десятки тысяч людей в холодную осень и зиму 1941-1942 годов рыли оборонительные окопы, чтобы враг не смог продвинуться внутрь страны. Так называемый Казанский обвод строили вместе жители Татарстана, Мордовии, Пензы и Ульяновска. Это уникальные исторические факты, которые, безусловно, займут серьезную страницу в летописи Великой Отечественной войны страны. И основная история, она все-таки касается больше женщин и детей, которые в 40-градусный мороз строили, копали окопы, копали траншеи, устроили этот Казанский обвод и Сурский рубеж. У нас есть договоренности и с Всероссийским историческим обществом. Мы готовимся вместе с Министерством культуры России объявить конкурс, творческий конкурс на создание монумента. Правительственная группа примерно определила возможное место будущего памятника. Это недалеко от деревни Байгулова. Конкурс должен завершиться в течение 90 дней. В нем будут участвовать скульпторы и архитекторы со всей страны. Идет дискуссия по поводу художественного воплощения замысла. Что это будет? Памятный знак, памятник стелла или парковая зона? Перед мастерами стоит непростая задача. Этот мемориал должен отображать героический труд работников тыла. Не посильный, поэтому героический труд. Наша задача художественными методами отобразить конкретно, четко, ясно, чтобы было и понятно народу, что это такое. Восстановление неизвестных фактов, деталей и подробностей тех героических дней участвуют школьники, историки, местные краеведы. Проделана уже большая работа по установлению имен и фамилий строителей оборонных рубежей. Реконструкция памятных событий – это долг нынешнего поколения. Позитивно восприняли эту новость и в районе. Это дополнительные инвестиции поселения в район, рабочие места, туристы. То есть это все связано. Плюс инфраструктура будет находиться на должном уровне. Сегодня 90 лет с момента создания отмечают Чувашский государственный институт гуманитарных наук. Это самое первое научно-исследовательское учреждение республики, которое за годы работы внесло огромный вклад в развитие многих областей знания. Но, к сожалению, праздник был омрачен печальной вестью. Ушел из жизни старейший сотрудник института Алексей Трофимов. Уход Алексея Трофимова – невосполнимая утрата для всего научно-исследовательского сообщества Чуваши. На 86-м году жизни скончался наш сотрудник, отдавший нашему коллективу более 50 лет. Долгое искусствоведение, заслуженные деятели искусств Чувашской республики, заслуженные деятели искусств Республики Татарстан, Российской Федерации, почетный академик Академии художеств Российской Федерации, трижды лауре государственных премий в области науки и литературы искусства Чувашской республики. Научные открытия Алексея Трофимова изменили облик Чувашского искусствоведения, подняв его на совершенно новый уровень. Работая до последних дней жизни, он успел завершить свою работу «Евразийское пространство в творчестве художников Чуваши». Но самой лучшей памятью об ученым останется искусствоведческое направление в самом Институте гуманитарных наук. Сегодня его научные сотрудники, как и коллеги других направлений, удостоились наград и благодарности. Институт является сегодня единственным в России, весьма важным для нас научным учреждением, в котором осуществляется всемирное комплексное исследование многогранной культуры Чувашского народа и нашего родного чувашского языка. Роль коллектива Института, конечно, бесценна. Мы получаем Министерство культуры, подведомственные организации, деятели искусства, культура, конечно, мы получаем всемирную поддержку, содействие, понимание и иногда даже очень важное для нас замечание в работе. Сегодня ученые Института гуманитарных наук не только ведут активную исследовательскую работу, но и выступают экспертами в различных областях. Тесные связи с историческим и археологическим направлениями установились и у национального телевидения Чуваши. Их сотрудники неоднократно становились участниками программы «След в истории», благодаря чему мы с вами узнали много интересного о прошлом родного края. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Питание в школах на особом контроле Министерства образования Чуваши. Регулярно специалисты ведомства вместе с родителями выезжают с проверкой в образовательные учреждения. На этот раз инспекции подверглась столичная школа номер 54. Как известно, с Роспотребнадзором согласовано 12-дневное меню. Череда блюд, по мнению специалистов, уравновесят пропорции калорий и витаминов. Горячие блюда младшеклассники получают бесплатно. Но это вовсе не значит, что можно экономить на качестве. Я так понимаю, что все питание основано на сезонности, калорийности, витаминах, которые, скажем так, требуются детям в настоящее время. А те продукты, которые вы используете, они наши региональные производители? Да, поставщиков мы предпочитаем местных производителей. Почему? Потому что мы с ними работаем уже не первый день. И они себя зарекомендовали как достойные и ответственные партнеры. На эти цели из федерального бюджета выделено около 250 миллионов рублей. Качество еды контролируют педагоги, родители, представители общественных организаций. Время от времени они снимают пробы с приготовленного обеда. Качеством питания довольны, доверяем. Почему? Потому что, во-первых, предоставилась возможность самой попробовать сегодня, продегустировать. И все понравилось. Значительно экономит семейный бюджет. Во-первых, многие родители приходят домой поздно. И очень важно, чтобы ребенок был обеспечен именно горячим питанием. В нашей столовой готовят очень вкусно. Особенно на завтрак мне нравится пшеная каша, а на обед ароматный борщ. Гарантию качества дает и современное кухонное оснащение. В школьных столовых продолжают модернизировать оборудование. Инесса Потапова, Андрей Спиридонов, Республика. Лучшие в своих профессиях продолжают состязаться в мастерстве. Идут соревновательные дни финала 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Как работают участники из Чувашии, смотрите далее. Участники этого направления раскрашивают жизнь яркими цветами. Они все равно, что художники, только вместо полотен – здания, машины и прочие объекты. В этом году маляры за 20 часов должны поклеить обои, покрасить двери, выполнить молдинг и несколько видов фресок. Всего на 6 модулей участникам дается 3 дня. У каждого задания свои особенности. В данный момент мы оцениваем покрытие, покраски плотно смотром, ровные линии, умение читать чертежи, цветовая гамма, как они подбирают, градации цветов. В данный момент они выполнили вчера градации цветов успешно. Финал восьмого национального чемпионата «Молодые профессионалы» в этом году кардинально отличается от предыдущих. Каждый год соревнования проходили на базе одного города, и все участники съезжались туда со всей России. Сейчас из-за пандемии каждый конкурсант выполняет задания на базе своего учебного заведения. У такого дистанционного формата есть и плюсы, и минусы. Но трудности, конечно, есть. Глядя на других, мы, может, результаты другие лучше сделали бы. Но здесь действительно студент работает один, под камером, пять камер. Вот это тоже на психологической воздействии есть. Даже для нас спокойствие, вот действительно у него есть. Молодец, по плану идет он нормально пока. Нашу республику в этой яркой компетенции представляет Максим Абрамов. К чемпионату лучший маляр Чувашии готовился два года. Я любил здесь рисовать, когда подрос, уже решил пойти на декоративные работы. Это прибыльное дело, и в любом случае пригодится в будущем. Конечно, бы хотел победить на конкурсе, потому что это ценный опыт. Соревнования завершатся 21 сентября, но уже известны имена победителей некоторых компетенций. В копилке сборной Чувашии пока две медали. Золото завоевала студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа Валерия Суботина в направлении интернет-маркетинг. Еще одно достижение наших конкурсантов – бронзовая медаль в компетенции «Туроператорская деятельность». Это успех командной работы студентов Чебоксарского кооперативного техникума Анны Ивановой и Виктории Ильиной. А совсем скоро мы узнаем имена всех победителей. Именно они представят всю Россию на 46-м чемпионате мира по профессиональному мастерству, каждый в своей компетенции. Он пройдет в 2021 году в Шанхае. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. На страже порядка, бок о бок с полицией. Народные дружинники помогают патрулям на вечерних дежурствах. Об их работе Ирина Волкова. В гражданском, но с повязкой. Народные дружинники в Новочебоксарске заступают на дежурство в 6 часов вечера вместе со сменой полицейских. Становись. Уравняйся. Смирно. Вольно. Доведем ориентируйки. За прошедшие сутки остались неочевидные у следующих преступлений. Кража. На вечернем разводе озвучивают происшествия, случившиеся за день. Полицейские записывают приметы преступников, серийные номера украденных вещей и многое другое, что позволило бы облегчить поиски. Формы привлечения, взаимодействия с дружинами у нас происходят по следующим направлениям. Это значит совместное патрулирование с сотрудниками патрульно-постовой службы на улицах и в иных в общественных местах. Обход жилого сектора совместно с участковыми и полномочиями полиции. Участие в обеспечении безопасности дорожного движения совместно с сотрудниками дорожно-патрульной службы. И, конечно, привлекаемые их при проведении массовых мероприятий. Народ иной раз более благоприятно реагирует на их действия, потому что они как бы без формы говорят и разъяснительную работу проводят. На дежурстве проверять документы, задерживать и отправлять в полицейский участок имеют право сотрудники правоохранительных органов. Дружинники во всех ситуациях оказывают содействие. Прям наглые такие девочки, прям я не знаю. Вот, 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 сейчас руку вытащите, сейчас видно будет. Вот она, опа, вытащила, прям видно. Сейчас уменьшу даже. Специально сделала. Мне потом еще вот так вот показала. Скоро подойдет? У меня, говорит, мамы нет, у меня папа. Папа на работе. Я говорю, давай номер телефона, никуда не пойду, слезу, слезы, а куда я его поведу? Вон она, оп, и прям по всей бочине мне. На улицах бывает всякое. То подростки хулиганят, то пьяницы дебоширят, то воры норовят украсть что-нибудь. За 14 лет еженедельных вечерних дежурств Виталий Александров был свидетелем и семейных скандалов, и драк, и угонов. Свой город все-таки хочется, чтобы всегда порядок был. Где порядок, там всегда приятно жить. Я раньше работал в пожарной охране по линиям ЧАЭС. В 2003 году я на пенсию вышел. Видимо, вот это еще как бы потянуло. В рядах народных дружинников разные по возрасту люди. Берут в патруль и женщин. Условия для всех одинаковые. Чистое прошлое, хорошее здоровье и законопослушность. Народный дружин, раньше мы же работали в молодости. Там даже специально такие дни были на работе. Было объявление в газете. Подругу увидела, меня привела. Вот с тех пор я работаю. Нравится, работа нравится. Что у нас там спать? Хочется, чтобы пьяных не было на улице. Чтобы порядок был всегда. Народные дружины есть в каждом районе и городе Чувашии. Итого более пяти сотен добровольцев. За этот год при их участии выявлено более 1200 правонарушений и семь преступлений. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Батаревский районный суд вынес приговор виновнику ДТП, случившегося летом 2019 года в Шамуршинском районе. Тогда погибли пять человек. 24 августа подсудимый превысил допустимую скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии пять человек погибли. Здоровье одному нанесен тяжкий вред. Подсудимый был призван виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьей 264 Уголовного кодекса России. А именно в нарушении лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух или более лиц. Виновному было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. Ему также было назначено дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок три года. За здоровьем в парке и на спортплощадке – таков девиз федерального спортивного проекта, к которому подключились и в республике. В столичном дореспарке прошла утренняя зарядка. Что может быть лучше упражнений на свежем воздухе? Начальник! Эй! Ножки вместе у нас! Вместе ножки! Заряд бодрости, хорошее настроение на целый день. Обычная зарядка порой творит чудеса. Понятно, что в будний день сюда пришло не так уж много народу. Но несколько десятков любителей подвижного образа жизни набралось. Федерация черлининга проводит мастер-класс. Сегодня собрались местные жители поучаствовать в данном мероприятии спортивном, а также представители спортивных школ муниципальных города Чебоксары. На самом деле, эта спортивная площадка весьма многофункциональна. Любой желающий может прийти сюда на стадион, поиграть в футбол зимой в хоккей. Также можно поиграть в баскетбол, так как площадка является универсальной. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам Наталья Кузьмина провела мастер-класс по скандинавской ходьбе. Очень приятно, что я живу тут. И возможность здесь заниматься. И этих площадках очень много народу бывает. Выходные, тем более, детьми, родителями. Занимаются летом и зимой. Всегда народу много. Напомним, что такие мероприятия проходят во всех муниципалитетах республики. Ульяна Питакова, Георгий Кривошейн, Республика. Сегодня, 18 сентября, в набережных Челнах состоится матч открытия сезона 2020-21 первенства высшей хоккейной лиги. Первый поединок нового хоккейного сезона состоится между обладателями золота и серебра прошлого командами Челны и Чебоксары, соответственно. Следующие три матча на Челнинском льду, согласно календарю, намечены на 19, 21 и 22 сентября. Для любителей хоккея организована онлайн-трансляция. Это главные новости пятницы, 18 сентября. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин